Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые YouTube пользователи, зрители и мы начинаем следующий сегмент нашей очень важной программы, это устройство семейного бюджета, это все то, что связано с финансами внутренней ячейки общества, семьи и у нас в гостях Дьозеф Розенберг, президент клуба Common Sense, клуба здравого смысла, меня зовут Майкл Мелехов и мы находимся в центре Сан-Гейтс, где и ведем нашу программу сегодня тема достаточно важная, она связана с тем, чего боятся все, а боятся все, в смысле финансов, долгов и банкротств, мы поговорим о банкротстве, правильно Дьозеф? Здравствуйте Ну во-первых, здравствуйте, меня действительно зовут Иосиф, я действительно представляю клуб здравого смысла и находясь вот в нашей стране, очень легко принимать какие-то решения, если вы будете просто следовать вашему здравому смыслу Так вот, когда Миша сегодня начал вас пугать количеством долгов Не, количеством я не пугал, просто слово долг Ну, на самом деле, как говорится, sizes matter, размер очень важен Как говорит наш любимый президент Трамп, он говорит, проблемы у нас всех одинаковые Спросите, цифры разные, цифры разные Понятно А нас не интересуют те люди, которые неправильно думают о нас Ага Ну так вот, когда на каком-то этапе люди вдруг оборачиваются и смотрят, боже мой, у меня такое количество долгов, и я не знаю, что с этим делать Обычно это происходит не тогда, когда люди вдруг осознают это, а вдруг у них меняется платежный размер payment Как по-русски сказать payment? Платежа 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 Так вот, если мы говорим в данном случае о долгах на кредитных картах, то я повторюсь, но просто хочу напомнить, что банк заключает с нами контракт на пользование кредитной картой Только на один год, только на 12 месяцев Я понимаю, что это для многих такой сюрприз, но это общее правило, это почти закон И если на следующий год вы не получили продолжение на следующий, считайте, что вы вне контракта Что это означает? Это означает, что банк в любой момент может закрыть карточку без всяких объяснений Без всяких... Ну, мы на эту тему еще поговорим Значит, так вот, заключаем Почему год вопрос? Такой у меня сейчас есть карточка, ну, у нас в Соединенных Штатах есть карточка, где предлагается процент, нулевой процент на 21 месяц Значит, с вами заключили контракт на 21 месяц Со мной еще не заключили, но вы можете получить контракт на 36 месяцев Я просто говорю, что когда вы получаете это предложение, мы только на этот срок с ними в контракте Я понял С чем это связано? Потому что они вам дают предложение, базируясь на вашем сегодняшнем состоянии Если к тому времени, когда этот срок исчерпался, у вас состояние окажется не такое, у них есть полное право не продлевать с вами контракт Это не значит, что вам карточку закрыли, боже вас упаси, вы можете продолжать ее пользоваться, но вы потеряли над ней контроль Понятно То есть, когда я в контракте, банк не может закрыть карточку без согласования со мной Я могу это оспорить вплоть до прийти в суд Как только они стали, вывели меня из контракта, прошел этот срок, они могут делать все, что хочет, я не могу предъявить никаких претензий То есть, только в этом смысле Ну так вот, и часть этого соглашения заключалась в том, заключаясь, что в первый год я плачу мой платеж за ту сумму, что я взял, примерно в три раза меньше, чем если бы я занял где-то на стороне Вот я просто задам вопрос К примеру Вот пример Миша, ты же, Майкл, мы не один раз финансировали машину, да? Вот приведите мне пример вашего платежа, ну скажем там, за последнюю машину Ну, я не характерный пример, я их просто беру и покупаю Да, вот тут кто-то берет и покупает, вот кто-то берет и не покупает Но тем не менее, я вам скажу такую вещь Значит, машина стоимостью, ну 35 тысяч, займ на 35 тысяч, человеку, который взял эту машину, может стоить примерно 1000 долларов в месяц Вот Если вы возьмете эти же самые деньги с кредитной карточки, я вас сейчас хочу приятно удивить Ваш платеж может не превышать 200 долларов 200 долларов Поясните Это просто правило, потому что банк, давая нам возможность пользоваться своими деньгами, он предполагает, что вы это выплатите в течение 12 месяцев И не за счет платежей, а за счет того, что вы эти деньги куда-то вложили, получили профит и рассчитались То есть, правильно ли я понимаю? То есть, мы финансируем нашу машину Делершип 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 8% Миша, мы не говорим о проценте Я просто говорю, что Нет От этого зависит сумма выплаты Майкл Дайте мне мысль закончить Заканчивается Мысль заключается в том, что когда вы финансируете где-либо Предполагается, что вы выплатите долг за счет платежей Ну, самое простое, то же самое машину, когда вы возьмете и ваш платеж месячный умножите на те 46-36 месяцев, вы получите эту сумму займа Это общее правило Когда вы берете деньги с кредитных карт, считайте, что вы платите только треть этого Что для любого, для любого человека, который работает с деньгами, это очень выгодно Джозеф, то, что вы объясняете, все здорово, замечательно Я пытаюсь на примере, на конкретном примере Мы же беседуем с нашими радиослушателями, телезрителями То, что вы говорите, вы знаете, вы внутри этого, я не знаю, я снаружи этого Как? Покажите мне Я пытаюсь и объяснить это То есть, понятно, что сумма платежей умножить на процент составляет столько Разделить на количество месяцев, в месяц стоит столько-то надо платить Каким образом, значит, месяц 1000 долларов, в вашем примере Каким образом, с кредитных карточек мы можем платить 200 долларов, поясните конкретно Майкл, как вас зовут? Меня зовут Майкл Майкл, почему вас так мама назвала? Так Так вот, когда мы подписывали контракт с банком на кредитную карточку Там было оговорено, что наш пеймент будет очень маленький Все, что в Америке происходит, где-то записано Не надо объяснять, почему Было такое соглашение И оно нас устроило Но, если в первый год мы за карточки платим, грубо говоря, 30% от необходимого пеймента То, перейдя за год, мы уже будем платить 120 Если мы уйдем на третий год, мы будем платить 300 И вот, когда увеличение, когда мы уходим за первый год, начинают подниматься платежи Вот тут люди, которые заняли и сняли деньги с кредитных карточек Наконец, начинают понимать О май гуднес, я что-то должен И они начинают смотреть на общую цифру Окей, как избежать этого? Если можно Ну, скажем так Если возникает ситуация, что человек не в состоянии платить И, скажем, я это Достаточно регулярно этим занимаюсь Я показываю картину, говорю Ребята, вы при своих долгах При этом интересе Теоретически не можете выплатить эту карту Поэтому выход Простой И, ну скажем Общепринятый Надо объявить банкротство Страшное слово банкротство Но это не тема этого сегмента, правильно? Это не тема этого сегмента, но Я вам хочу сказать, страшное Это только в большинстве голов У вновь приехавших В Америке это один из финансовых инструментов Легально предоставляемым нашим людям Он абсолютно официален Поговорим в следующем сегменте Да, ну я просто говорю Но бывают ситуации Чисто личностные По которым человек не может объявить банкротство Не будем вдаваться в подробности И тогда у него встает альтернатива А как он может выплатить интерес Свой интерес там под 20-30 процентов Если его денег для этого не хватает И выход тут только один Надо перейти на нулевое финансирование И тут начинается вот этот Как это называется Замкнутый круг Да Как тут у нас говорят Клинч 25 Вот То есть перебор Для того чтобы перейти на нулевое финансирование У меня должен быть хороший кредит А если Когда я перегрузил карты У меня естественно кредит нет Он упал И поэтому я не получаю новое предложение Простите, что такое перегрузил Ну скажем так Чтобы наш кредит начал падать Нам надо загрузить наши кредитные карточки В общей сумме Не конкретная карточка А вот именно в общем объеме Ну больше чем там на 30 процентов И это уже начнет давить наш скор вниз Имеется ввиду Нам открыт лимит на каждую кредитную У нас 5 карточек И на каждую кредитную карточку У нас открыт лимит по 20 тысяч Значит суммарная Вот это вот 5 карточная линия 100 тысяч То есть мы не можем брать долг Больше Можем все Можем все взять Но мы тогда Наш кредитную историю Да Мы не можем рассчитывать на то Что придут новые карты И я нулевым процентом То есть не более 30 процентов Не более 30 процентов И не более 6 месяцев И если я 6 месяцев это не выплачиваю Начинает падать кредит скоро Понятно Но обычно я еще раз говорю Мы не говорим о таких суммах Когда Потому что когда мы говорим про 100 и прочее Я вам гарантирую Что это люди Которые манипулируют этими картами Не манипулируют в смысле В плохом смысле Они оперируют с ними Они с ними работают Я говорю О Скажем таком Среднем варианте Когда люди Там на 5 на 7 на 10 карт Загрузили их там все Под 40 тысяч И вдруг поняли Что они не могут платить Окей Возвращаемся тогда К тому Что вы сказали Получить Нулевое финансирование Каким образом? И вот тут возникает Так сказать Ситуация Когда Надо Подключить Знание Предмет Вот когда мы говорили о том Что Только 30 процентов Загрузки Позволяет мне Возможность Что у меня будет хороший скорб И мне будут предлагать Карточки под 0 процентов Как мне сделать Чтобы вот те 10 тысяч Которые собственно Составляли все 100 процентов У меня всего 10 тысяч Вот как сделать так Чтобы эти 10 тысяч Превратились в 30 процентов Миша Майкл Как сделать Чтобы 10 тысяч Превратились Ну На Прошлой нашей Передаче Это даже вопрос Арифметики Чтобы 10 тысяч Превратились в 30 процентов Должно быть всего 30 Логично Но мы говорили Есть такое понятие Но Как это сделать Я сейчас просто объясню Я просто еще раз говорю Вопрос идет о том Что Выйти из этой ситуации Можно при помощи Ключа Который Позволит увеличить Общий лимит Ну скажем В 3 раза от суммы Ну допустим Если 10 тысяч Нам надо иметь Общий лимит 30 Если 20 Там 60 И так далее Открыть свою собственную карту Все Мы знаем Что мы не можем И поэтому У нас есть единственный путь Как говорится Свобода Это осознанная необходимость Здесь нет никакой альтернативы Я должен обратиться К друзьям и приятелям Чтобы они меня поставили На свои карты Как Аторайст юзер Как пользователь И тогда На моей Вот допустим Вот Это моя ситуация У меня 10 тысяч долга Я прихожу к Мише Привожу его в ресторан Трачу 20 тысяч долларов На это дело И он меня ставит На свои карточки И у меня На следующий день Кредитное бюро Видит Что у меня Не 10 тысяч кредитная карточка И 10 Загрузки А у меня 50 тысяч кредитной линии И 10 Загрузки Подытоживая Вот это То что вы говорите Есть Такая Поговорка Не имей 100 рублей А имей 100 друзей Вот эти 100 друзей Могут вам дать Да Они мне могут Открыть Они мне могут Снова открыть дверь К нулевому финансированию Рискуют ли они Рискуют ли они Но Абсолютно Абсолютно Ну как это Если я в такой ситуации Нахожусь Дошел до такого Что я уже не могу Да вы можете объявить банкротство На их карточке Это никак не отражается Серьезно? Абсолютно Банкротство Это процесс Который относится Конкретной К конкретному Social Security Конкретной Кредитной карточке Вопрос другой Что Скажем Пока нас никто не слышит Если вот тот Торрест юзер В данном случае Товарищ Майкл Решил что-то со своей карточкой Сделать плохое Это отразится и на мне О! И на мне Я же об этом и говорю Но Но я не могу На тебя Ничего тебе плохого сделать Поэтому Вот эта процедура Подключение карточек Для того чтобы Исправить Скажем Близкому человеку ситуацию Для донора Вот человека Который это дает Помогает Она абсолютно безопасна Еще одна поговорка Отдавая мы получаем Как Ну Как говорится Голосую двумя руками Вселенский закон Вселенский закон Да Ну так вот Вернемся к нашим делам Скорбным Как говорил один персонаж И что получается Что когда За счет Вот Использования Вот этого Вот этой Возможности Изменить У себя пропорцию Долга И лимита То есть Придет Примерно Два-три месяца И я начну Получать карточки На себя Под ноль процентов То есть Таким образом Таким образом Во-первых Я тебя спас От душащего Пеймента От душащего Платежа Вот Погроб жизни Давайте Мы это все Вот Начнем прямо Сегодня Я не против Я это делаю Я это делаю У меня Своей карточкой Да Вы открываете карточку На себя И делаете меня Authorized User Правильно? Да Если вы хотите Я хочу Почему нет? У меня там висит Долг Ну Мне надо Скажем так Мы это сегодня Проделаем И на следующей встрече Вы кстати можете Отсказать Договорились Кстати Мысль закончила Потому что Кто-то захочет Получаствовать Пожалуйста Мои телефоны И мейлы Я работаю со всеми Кто со мной связан Но я просто хочу Закончить эту ситуацию В чем Вот Вот эта соломинка Которая человека И не Освободила его От необходимости Делать банкротство И во вторых Растянула период За который Он может это платить Ага Потому что Когда я начал открывать Вот эти вот Нулевые карточки Первое Что главное Что собственно Было причиной вообще Всего этого Шума У нас Упал Пеймент У нас упал Платеж И поэтому Человек Вздохнул Свободно Он получил Он выиграл Время А за это время У него какой-то Проект закончился Он допустим Продал какую-то Недвижимость Он получил премию То есть появились Возможности Этот долг выплатить Опять же не за счет Платежей А за счет того Что за это время Что-то произошло И вот мы Как говорится Убили двух зайцев С одной стороны Мы перешли на низкий платеж Мы перестали Платить деньги Банку За интерес И в то же время Сохранили Свой хороший Credit Score Который позволит мне И дальше Имеет возможность Получать финансирование Вот в этом И суть проблемы Очень мало Крайне мало Людей Не то что пользуются А знают О такой возможности Ну На самом деле Это правда Могу вам сказать Несмотря на то Что сегодня Вот прямо сегодня Я 25 лет Как живу в Соединенных Штатах Да Я поздравляю Благодарю Майкла И наши Соединенные Штаты С таким Сипезоном Которого выдерживает Но тем не менее Получает бенефит Абсолютно Вот Кстати дорогие друзья Соединенные Штаты Они на этом и стоят Можно сказать Поскольку люди Они вкладывают И в экономику И во все Вкладывают Работая И платя Приятно иметь С партнером Хорошего человека Говорю я О нашей любимой стране Да Дорогие друзья Важная тема Важная тема Мы к ней будем возвращаться Вновь и вновь Ну Этот сегмент у нас Подошел к концу Я хочу поблагодарить Джозеф Розенберг За очень интересную информацию Эта информация Очень существенно И мы Продолжим Тему долгов А более того Даже банкротства Если приходит Такая ситуация И оказывает Это совсем не страшно Вот Что нам и объяснит Джозеф В нашей следующей программе Спасибо большое за внимание Спасибо вам Всего доброго Пишите вопросы Задавайте вопросы Не стесняйтесь Вот Я с удовольствием Вам отвечу Так сказать Будете вы моими клиентами Не будете Эту роль никакой не играть Спасибо Всего доброго